всем привет это снова киберпанк 2077 мы продолжаем его проходить я короче немножечко порылся во всякой разной херне в не записи типа там всякие журналы сообщения чипы и прочая херня ни хера не понял короче и поэтому продолжаем играть вот так по заданиям я хочу сейчас съездить получается вот в кукольный домик на нет простите простите это вот второстепенное задание до встречи в по смерти поднимаем вот давайте отслеживать цель заберем сверток у мамы уэллс а это нам куда почему не выбралось выбрать отслеживать может нажать держать а вот отслеживать все понял это так работает окей 500 метров это мэтта мы домой едем не корректно я так скажем управление машины освоил хорошо вошли в поворот и едем к себе домой собственно ну немножко так протараним некоторых людей так а мы куда едем вообще почему сведет да а вот стоять простите ребятки я немножко поворотом ошибся начнете его прекрасно понимаете так с а ой-ой преступление любая незаконная деятельность это спасибо конечно быстрее сваливаем отсюда случайно получилось это это менты валим 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 ваше быстрее 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 блин преступление нельзя ёлы-палы надо валить отсюда короче так тихо 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 надо прятаться блин вот вот что за херня почему они могут бежать помилуйте блять это что за тачка интересно блин они за мной бегут а почему я бежать то не могу я я чё-то не понял не покупаю вообще почему не могу бежать а я чё-то не понял почему бегать не могу стой болеть почему мой персонаж не бежит почему блять и бегать-то не могу шо за говно помилуйте прости я почему-то не могу бегать поэтому я поеду надо смыться от ментов вопрос почему я не могу бегать остается открытым типа из-за копов что ли все отвязался странная херня короче ну да ладно кстати я могу получается не могу получается получится могу здесь что-ли заехать где-то нет наверху показывает ладно тогда теперь просто это посева прощения к это не знаю почему не мог бегать чё пробуем конечно снова но за общем из-за этого не из-за этого в принципе сейчас должно быть все более-менее нор доела палы так все я вышел прикинь по-прежнему не могу бегать а почему а почему ну что ну что идите спасайтесь в какие услуги в какие услуги не понял в какие я услуги еду чего а почему бля бег лифта можно побыстрее ехать спасибо а вроде ненормально так куда мне надо выходить то в прошлом году городской совет найт-сити избавил 30 стреляет рации от уплаты налогов на 3 в числе мне прикинь не могу бегать я не знаю в чем прикол я пробую кашиз перезагрузиться через какое-то время спустя в данный момент я бегу забирать сверток так тихо-тихо-тихо вот там кухне поехал не попозже вернуть когда заберу сверток а кстати быстрое перемещение сюда не нужно он там ключ от мотоцикла джеки давайте короче я сохранюсь перезагружусь все могу бегать он там я не знаю какая-то херня просто типа а это переключать так ладно давайте короче позвоним маме уэллса не знаю зачем ну что-то ты пропал совсем ну с тех пор как джеки не стало мама уэллс я правда хотел позвонить но вы же понимаете всегда находились какие-то более важные дела да что случилось мой мальчик хотела объяснить куда я пропал ну давайте просто хотел рассказать почему не звонил не тревожь себе не нужно объяснять я все понимаю нет боюсь что ни хера не сжечь да он послушай меня мой сын сам выбрал этот путь он знал на что подписывается если бы его можно было спасти ты бы спас его я знаю ты же наверное от сих пор занимаешься тем же чем раньше да береги себя не лезь на рожон ладно пусть он хранит тебя блин она мировая прям мировая мама у него встретиться с джудин так мне а что здесь происходит ребят что на этот раз помогите что в смысле похищение с целью получения выкупа уровень заграждения 3 а вы кто просто просто полиция почему не нагреться так сильно понять не могу типа мне нельзя что ли а эти что в чем дело я живу этажом выше вот и живи себе и лезь не в свое дело ну заткнись Мендес с соседями надо поговорить могу вам помочь возможно ну так здороваемся иногда он друг наш служили вместе недавно вот уволился ушел когда потерял лучшего друга вот боимся как бы глупости не наделал расслабься ты Петрова у Барри стальные нервы просто он злобный старый хрен Петрова может проведаешь его когда он успокоится ладно почему нет но все равно рядом живем спасибо только будь терпимий он бывший коп в депрессии с ним непросто сделаю что смогу окей давайте отслеживать это задание я же могу его отслеживать а я собственно здесь эй Барри у тебя там все нормально молчание знак согласия в другой раз зайду через несколько часов а давайте как там это сделать сюда помощь сюда подождать давайте три часа подождем Барри я ничего не перепутал ну кто там это я Ви сосед твой сверху помнишь на днях про машины трепались ты нахваливал миджутане сион а я сказал что это говно для позеров ну помню тебя козла забудешь ты на меня так посмотрел что мне захотелось в пустошах сныкаться ох нихуя помню да чего тебе то еще как в порядке да так поболтать зашел говорят ты совсем из дома не выходишь догадываюсь почему мне знаком этот взгляд слишком часто он бывает у людей вроде нас вроде нас на копыта не похож ну друзей теряют не только копы в моем деле мы тоже все под смертью ходим привыкнуть конечно можно но тут уходит кто-то очень близкий у тебя тоже да да заходи о ни хера крутой челик да можно телек вырубить да да я тоже потерял друга самого близкого и самого лучшего в смысле тоже а это ты про эндрю то есть они тебе сказали он был мой самый близкий самый старый друг а он всегда готов был меня выслушать что-то здесь говнины воняют как вижу в полиции на сити все та же жопа что и была да один раз типчик из мальстрёма прямо у меня на глазах убил мелкого пацана просто чтоб поржать я ничего не мог сделать подонка защищала корпорация прикинь пиздец да классика потом конечно кто-то шефу занес чемодан за бабло и знаешь что во всех отчетах написали что парень сам себе мозги вышиб а прямо у тебя на глазах у меня тогда внутри сломалось что-то понял что все не могу а потом эндрю не стало и все покатилось а больше друзей у тебя на службе нет? ну вот Петрова Мендес Петрова хорошая баба но ей этого всего не объяснишь а Мендес а вообще дубина он думает что нам копам слабость не прощается но убили мальчишку это жизнь а кто раскис тот сопля но про Эндрю ты ему рассказал позиция тебе правду? я много об этом думал короче Петрова и Мендес знают далеко не все и это к лучшему расскажешь как погиб Эндрю? не то что погиб он умер от старости ну а че ты хочешь он на пару лет младше моей бабки был от старости? в Найт Сити? да ему памятник можно поставить чтоб весь город знал что так бывает да смешно достаточно урны в Колумбаре сон в глаз попал Мендес прав нужно взять себя в руки поднять жопу и послать мир нахер да что ты я должен типа взять и забыть что я видел пацана этого и даже Эндрю они мертвы а ты живой нельзя застревать в прошлом ничего не изменишь если будешь сидеть и упиваться жалостью к себе короче хватит с меня как скажешь ну ладно было приятно пообщаться есть че ползать всяк о да тебе прям вообще хер ой че это такое нет ни хера да ну че тебя тут тухловать а что это такое ты это бросил хорошо че по пиву ммм по силу спасти как у тебя дела это и за Эндрю почему ты не отвечаешь по человеку который не уходит из кем-то до сих пор расстроен а по файлам что тут рапорт в ночь двадцать первая на двадцать второе из камеры Д-14 сбежали трое членов банды Валентина подозреваемых убийстве журналиста Рудольфа Франца по невыясненным причинам в это время все сотрудники охраны были вызваны для рапорта к начальнику полиции Найт Сити статус в состоянии прекращено приказом начальника полиции Найт Сити барин не трогай старые дела тебе же лучше будет в период на территории района Роя погибли более десяти детей в возрасте от 5 до 13 лет в результате осмотра выявлены тяжелые повреждения вызванные лучевой болезнью рабочая версия контакт с неустановленными радиоактивными отходами районной электростанции начато следствие по делу охладности со стороны корпорации Петрахэм я могу их не скачать не и во время обхода третьего двенадцатого в контейнере на Санта-Мария найдено останки Рудольфа Франца покойная работа у журналистов вел независимое расследование случилось незаконной торговли данными пациентов травма ТИМ обнаружены многочисленные колоты и раны спины статус следовательно включено приказом начальника полиции Найт Сити короче ясно там все куплено ээээ я закрою чтобы кто не смотрел ладно ну все короче давай я пошел о таким урок ты можешь говорить это важно что случилось кажется я нашел решение наши общие проблемы я связался со своим старым другом из Дарасаки он сейчас здесь в Найт Сити у него есть связи с очень влиятельными людьми старый друг у которого есть связи с влиятельными людьми что за намеки давайте ближе к делу я говорил что буду пробовать вариант стучать в разные двери нам нужно встретиться втроем я ты и мой друг ты расскажешь ему тоже что и мне что происходило в камбеке Плаза я сомневаюсь что мы его убедим но с чего то надо начинать уж кто кто вы должны знать что Найт Сити все проверяет на прочность даже самую старую дружбу вы уверены что этому человеку можно доверять у нас уже много раз была возможность убить друг друга да я доверяю ему ну окей ладно где и когда встречаемся в Джапан Таун после заката сейчас я вышлю тебе точный адрес встретимся на месте колесо прокололи короче у нас сейчас прям ни хера как далеко а можно куда нибудь поближе бортануться чтобы прям не ехать все это расстояние это же жесть но ближайший чекпонд у нас здесь да охренеть короче выбор у нас нет а мы садимся в машину с проколотой шиной типа типа с проколотой шиной и уезжаем отсюда ну ты дурак куда ты прешь вы сами ищите спасение ладно поехали узнаем что это за второстепенное задание и вообще с чем его идёт что за ниша Эндрю и почему нам надо поговорить с полицейскими после её обнаружения заодно откроем всякие другие наверное точки скорее всего я думаю для быстрых перемещений и так далее о это мы мост пересекаем тот самый на котором мы с Джеки помните ехали так что это о ну ну пока Каакада госпожа и хозяйка Вестбук загляни ко мне когда будет минутка нам нужно рассчитаться за Сандро Дорсет хорошо вы хорошо сработали ты и твой друг по связи нам так нам 700 метров остался тех на самом деле недалеко уже получается заставляет долго ждать хорошо 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 нам тут осталось буквально чуть-чуть 475 метров ну ну ты дурак я понимаю что у тебя такая же таечка ну чем нового врача встань да не биби конечно нормально все май май по 126 что задание какие-то задания давид кричащим в аху просто серьезно целую пачку заданий постоянно навешивают где они все и как я их получаю непонятно но на самом деле хорошо нас так ну ты свой простите извините так она вам не свалиться в канаву куда-нибудь греха подальше так что за нычка здесь нас ожидает вот и быстрое перемещение затем у нас на карте появилась или нет а теперь появилась вроде как к ламбаре к ламбаре а вот нет не появился то есть надо все таки от дура что то есть серьезно сначала все-таки нажимать и только после этого он появляется или я правильно просто понял или нет непонятно почему нельзя быстрым перемещение не ем странно ладно там копы чё-то делают да ты кто а оружейник слышу чё орешь чего тебе да уж я догадался где конечно в деле когда так прям сейчас гони сюда мы тебя подождем он там что ни хрена себе глянь-ка сюда ты это видишь либо я совсем поехал либо это какое-то мистическое откровение как зовут ту эзотерическую телку вместе да не это у меня нейроны шалят надо показаться виктору хотя можно и к ней зайти а господи я вас или думал кто говорит а это оказывается со мной говорит этот самый джонни и сильверхенд так найти нишу прежде чем поговорить с полицейскими если нажимать на tab то вот эта штучка она задерживается надолго найти нишу 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 так этого что эта карта ладно не смотрите-ка слишком далеко мы за зону вышли что за ниша мне это очень интересно где что а стена граффити но это не то а я не понимаю что мне хотят найти нишу она недра прежде чем говорить с полицейскими какая ниша где ниша чего ниша бля нашел пиздец жди ты был черепашка но слушал как человек ты был рядом когда вы более чем у меня отличать добра от златы последние напоминания лучших временах покойся с миром в баре серьезные проблемы черепаха была его единственной радостью в жизни да ладно кажется ты начинаешь понимать нужно рассказать его друзьям надеюсь еще не поздно но знаешь как бывает если долго смотреть в бездну она начинает смотреть в тебе а баре за свою жизнь столько насмотрелся что может в бездну и шагнуть недолго думая записал что надо перемотать просто как бы все наконец господи я просто 10 минут жизни считайте просрал вот сюда вот в это давайте на на переместимся просто быстрым перемещением я думаю так будет лучше вот если честно я просто весь этот колумбарий я просто полностью обрыскал я думал что может это сверху что-то там еще какая-то нычка тому что-то спрятано оказывается блять это обычный экран и я мимо него проходил раз пять блять серьезно говорю да прикинь раз пять это ты да ну что там баре перестал сопли на кулак наматывать дела у баре плохи до того плохи что он предпочитал общаться не с вами с черепах это типа шутка такая какие уж тут шутки дело серьезнее некуда баре было трудно в полиции он не справлялся его гнобили но он от вас и закрылся у него никого не осталось кроме вас и черепахи это был его лучший друг память о бабушке а потом друга не стало охренеть чушь какая ты надо мной стебешься конечно меня ж хлебом не корми дай копов постепать но зачем он нам врал он же говорил об этой черепашки как настоящим человеке ну а чтобы сказал мендос узнаем что баре разговаривает с животными господи я думал что он придуривается что просто раскис мне надо с ним поговорить ну наконец-то спасибо за помощь сколько ты еще больше нормас репутация 8 у меня между прочим это вам не шутки хочу это я а теперь взлавать надо нет что с тобой со мной все в порядке а у тебя что опа но я же сказал без ордера ты сюда не войдешь хватит парень давай просто поговорим петрова рассказала мне про твое последнее дело просто 6 значит шеф велел молчать в тряпочку у меня тоже такое было один урод детей убивал оказался исправление петрахима ничего с ним не сделает у меня до сих пор это перед глазами стоит пацан в зеленой майке а на ней желтый год мультяшный заходи все вот суки какие и погоди что поводи кого погоди еще не попутала ничего дальше что еще что ох нихера там короче поговорить с виктором дополнительно соревнования все в возле но не в тире кстати погнали нам же в этой же серии прямо получается он и звонил буквально вот недавно откат что-то тир здесь недалеко елы пала точняк дорог саны привет ведь сейчас начинать будем если надо в туалет давай бегу спасибо за заботу можем начинать сейчас будем стрелять на площадку только тебя и ждем заждались уже этот пистолет возьму он прикольный войти в тир даро пацаны или мне какой-то особо наружу сколько вас всего шестеро ну ладно что уж поделать правила простые видишь мишень стреляй даже если это мишень соперника все равно стреляй кто больше подстрелит тот и побеждает стреляем по мишеням а не по соперникам а и вот еще что только малый калибр не выпендривайтесь мне тут со своими пулеметами и бомбострел это давать будем больше патронов пистолет не простой а классный ахрененный прямо скажу устали ладно хорош болтать ух перейдем к делу готов чего это у тебя она убирай свою двусполку я же сказал только малый калибр хуел я пистолет забыл в другой куртке подожди а я могу сюда патроны пистолет нацепить вот фу блять патрон не патрон а эту хуйню господи как называется то насадку прицел там не прицел не не могу тайлан насрать у я еду так немножко все подвисло как обычно а я что я нет я ведь тоже молодец блин пока неплохо проведем мне кажется прям попадаю обожаю запах ворота и раскалет стоп все стоп закончили первое место остальные неудачники учитесь стрелять пошли нахуй все свободны ух давай награду что у меня за пушечка ожидает что там такое спасибо уилсон отличная игрушка эй ты чего что то не так да блин все не так хули толку от соревнования если я ничего не продал по нулям так ты сам обозвал потенциальных клиентов неудачниками может и так блять уважать надо оружие не умеешь стрелять ну не берись ты ладно увидимся слушать что-то за пистолетик мне вообще дал ну-ка дайте посмотрю дайте посмотрю туда то вот лет или какой это это по ленксингтон которому трикшете поверхности давить уменьшает разброс пуль после каждого выстрела на 80 процентов ячейка прицела чиками дефекации ствол опана нихера но на самом деле хер знает даже типа повышает вероятность вызова на тещу рано эффектно да слушайте ну пусть пока будет типа уже от этого естественно не станет у нас получается по заданиям что еще есть где моя тачка чумба что это такое а ваша машина вот отслеживать моя машина алло точно эти блять лифт какого хера лифт с ебался во едет так забираем свою тачку нам же тачку нужно правильно правильно нам гараж надо показывает наверх они все нормально прыгать нельзя кстати мы не хочу такой же пистолет как был у джонни сильверхенда он прям он просто рассекал всех на херп щепки два патрона труп один в голову минус голова в ближнем бою короче он ночью огонь не спускал прямо все четко я хочу такую же с усилением прям чтоб было так хорошо где раз гараж 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 не кстати что это не далеко 60 метров все а вот он что ли офигеть а точно жену точно 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 это же тот самый все правильно это гараж где моя тачка вот она красавица а это кто нахуй не понял блять джонни ты видел что-то тут не так да ты думаешь я думаю что я не про аварию чтоб самый вежливый в городе шофер взял и уехал с места происшествия вот что странно еба сука прочитать сообщение отдала мэйна приносим наше глубочайшее мнение по поводу дорожного происшествия от лица корпорации приглашаем вас в наш головной офис для оценки причиненного ущерба и выдачи компенсации опа на отслеживать задание могу же на этой смысле блять а офис дала мэйна здесь что ли а нет ни хера подожди а как ему доберусь такси могу вызвать где офис дала мэйна скажите пожалуйста господи 1 и 3 километра дайте нахуй серьезно взял я там туда это самое есть куда нить проезд ох ебать куда надо давайте варисака tower сейчас тп хнусь и оттуда прям побежим а хера засывился прикинь х вот чего чего я точно не ожидал здесь как так можно вообще отправлять копу в такой район за год до отставки это какой то прикол а че у вас произошло а ну и все внизу где то что то о а и а и и кто меня блять вот у меня еще стручу а копта сняв какого хуя стреляют и никого я же им помогать пришел типа незаконно пришел помогать эф а есть пожалуйста бля мне нужна машина срочно где блять все машины ладно пускай не стреляет я не знаю почему я в копы начали стрелять типа это хуйня я же им помогать пришел что происходит в этой серии пиздец какой-то короче я просто отсюда хочу свалить нахер ух однако здрасте так давайте пожалуйста до ближайшего места телепортации доберусь то и почему и не пойму я блин ну слушайте по хору дела кстати а вот нормально отслеживать нам сюда так 25 метров хорошо просто бы ринг отопыхнемся такс ты чё за черт такой это вышибало что ли борцовский турнир а мне пожалуйста блин а мне интересно долго будет перекидывать или нет блин настолько нарезки придется в этой серии делать охренеть можно если честно не знаю блин отсюда ведь еще ползти машину где-то брать господи зачем это сделано было на машине тупо ехать и все ты еще кто если ты обо мне не слыхал еще услышишь я один знаю все что творится в центре заявить да знаю наслышим всякого если что нужно обращайся и помню и на все про всех знает хорошо а я тут так как бы пересеку немножко незаконно а еще тачки деньги о стоять бояться ты смысле блять вот это ты чё блять я водить не учили парфавор блять еще тот нахуй парфавор обосраться почему-то эту хуйню могу просто пиццы и не понял по графику ой по карте куча не поедут уже здесь быстрее конечно машина хуёло на самом деле в этих автоном а не могу хавку за рулем ладно да конечно машина такая все лучше бы я реально на той машине доехал и не парился просто да ты еще кто бы зарядка и водяновая душа я себастьян меня называют приятно познакомиться люблю людей которые ценят вежливость будем на связи себастьян падры так я приехал офис попрощайся с бизнесом будьте любезны назовите контактные данные вашего юриста можно с кем-то поговорить обработка данных пожалуйста подождите с кем блять а вот дала мой привет привет дал добрый день мадам или сэр чем могу служить мадам или сэр ты чего не узнаешь меня ты послал мне сообщение срочно приехать насчет аварии вы разговариваете с под программой сети доломейн увы мои оперативные возможности ограничены сообщите пожалуйста идентификационный номер придавания этих номеров а то они тебя вычислят корпорации слушай ты мне нужен делом и канал коммуникации открыт ваша личность установлена на основе сканирования черта лица мистер ганс и нас опишите свои ощущения после происшествия номер 7 7 1 1 1 1 0 1 0 9 6 авто покорежено мое сердце разбито но это я обсужу с настоящим делом и нам и извините если данная под программа не соответствует вашим ожиданиям я прибываю в кризисном состоянии не могу следить за всем ах ты сука и я взял на себя смелость перевести на ваш счет компенсацию за ныне 3 4 мы могли бы поговорить в другом месте конечно давай тогда следуйте за дроном таким трону о за тобой что люблю дурак я полностью осознаю что сейчас наш сервис не удовлетворителен могу ли я предложить вам экскурсию в качестве некой компенсации на хмит курдор соединяет мастерскую с офисом отебись со своей экскурсии а вот здесь происходит магия какая магия полностью автоматизирована я подумаю включить ремонт в расширенный пакет услуг бля почему мы имя спалил но надо думать да тоже думаешь все ломанули рост числа аварии резко увеличивает расходы и привлекает компании ненужное внимание для настоящего момента для меня честь принимать вас здесь интересно а что значит все эти лампочки вот это я и хотел обсудить зеленые индикаторы обозначают машины которые находятся на связи как видите контакт с несколькими машинами утерян красные лампочки а ремонтные дроны не могут помочь боюсь в этот раз необходимо участие человека вы оказываете широкий спектр конфиденциальных услуг поэтому именно к вам я обращаюсь с просьбой помочь мне в розыске утерянных машин зачем тут конфиденциальность чем меньше ненужного внимания тем лучше в последнее время проверки со стороны власти участились за мной уже следят копы следят или сетевой дозор боюсь что последний моему статус не до конца урегулировали и если я буду недостаточно осторожен меня могут отнести к нелегальным иммигрантам окей ну ладно я помогу тебе найти эти машины очень рад слышать сейчас пришлю вам их последние известные координаты машины надо просто деактивировать тогда я восстановлю управление и верну их гараж что-нибудь сделаю автомобили сети доломей отлично защищены обязательно захватите с собой сканер криптоанализатор где она о сканер доломейна ништяк так все я отсюда по схемам она пойду до очень много всякой разной информации ладно да ты не можешь мне не мешаться я хочу просто отсюда убежать я без тебя найду дорогу ты дурак так ну чё все пацаны я поехала 44 тысяч тысяч я хотел сейчас на самом деле так мне нету надо мне надо вот да вот встретиться люди хотел все таки отслеживаю 30 люди это куда нам 14 км здесь машины все говно почему-то о стой 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 что ты сука блять опять не сбивают смотри на них вот иди нахер все поехали короче 14 км просто по городу с тирочкам прокатимся надеюсь все будет отлично в принципе мы уже половину пути считая проехали о ей извините так вот и прешь не видишь баран что я еду где на 3 км кстати нет еще далековато но видимо через мост нужно ну допустим просто я понимаю что рано или поздно нам надоест и покататься на машинах мы будем бортыхаться быстрыми перемещениями но на данный момент я покайфовал лично от вождения в принципе вот тут не противно и вообще нужно мне нравится вождение за 10 машина поворота конечно по-дебильному иногда проходить но в целом вот как он здесь сама сейчас слишком сильно но это фигня это все фигня так никола и никола так сзади никого нету все хорошо так дальше нам куда на правосу вот 300 метров смотри как быстро доехали не тут уехаешь очень жестко заносит я вот больше такие машины набрать хотя не тормоз нажимаем на ручник в принципе все нужно логично но это ладно так куда нам куда нам куда нам куда нам ехать все правильно именно что какую-то жопу и везешь а не все правильно а б так по времени все заебись все заебись видела у меня хорошая память на лица у меня тоже развлечься хочешь я ищу эвелин паркер не знаешь где она может быть бывало тут когда-то но я уже давно ее не видела мне нужно поговорить с джуди она у себя по лестнице вниз благодарю да я каждый раз тяну это уже 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 придумай что-нибудь новое ну здесь мы уже знакомы просто идем по привычному куда собрался там ничего интересного идет это друг джуди еще как втащу хук справой просто я друг джуди я ебать добился присылать мне всех шлюх которых встречает что мне с ними всеми делать раз тебя так заботят левые люди займись вон своим гостям с юзи мы не договорили да нет сука договорили о как твои дела кто у нас тут такой настойчивый нам больше не чем разговаривать не вроде ясно выразилась это с юзи довольно пробивная дама ваш босс ты что специально пришел выяснять кто есть кто в шельмах да вы мне чем-то напоминаете кочевников они тоже любят поговорить о поддержке и взаимопомощи классическое противоречие что важнее семья или остальные клуб всем насрать на твое мировоззрение не заметил ладно я шевелин ты давно разговаривал с эвелин мне надо ее найти это важно зачем хочешь отыграться за налет который сам просрал ты знаешь чем все кончилось значит вы с ней говорили я знаю что ты запорол дело и потерял всех своих настоящий профессионал я тоже получил пулю ой да что ты для наемников риск это часть профессии кто то что то ты развлекаешься по сто раз спрашиваешь я ничего сложного не прошу просто скажи где она почему скрываешь очень просто я тебе не верю конечно я рисковал как и мы все но эвелин дала нам заказ и рисковала в первую очередь она самого начала знал на что идет ладно придется разгребать это говно вместе но ты в отчаянии у тебя это на лице написано ну как бы блять да окей ну допустим я в полной жопе биочип из-за которого устроили налет медленно убивает меня заказчик эвелин может что-то знать об этом биочипе это может меня спасти вот поэтому я хочу узнать кто ее нанял ну допустим я тебе верю ладно эвелин кукла раньше работала в облаках советую искать ее там где это кукла там на столе портсигар с адресом возьми его и отдай эвелин когда ее найдешь мега башня статусное место спаси бочки что скажешь потом как у нее дела окей окей я тебе позвоню спасибо то нет спасибо бля кукла ну почему я не удивлен ты н грамма в поврежденном мозгу тебя ничего не должно удивлять же за на что поедем в эти облака почему бы и нет ну что получается с товарищем со своими мы попиздели а по твоему она стала так сама блять музе подожди сейчас все подспилю этот бабки есть как много чего на самом деле есть язык проглотил слышал вы помогаете девушкам с улицы это старая история и довольно кровавая как и многие другие истории где это когда было когти убили одну из ваших вы устроили восстание она была не первая просто раньше все терпели а тут терпение лопнуло на улицу вышли все не протолкнуться было девочки сутенеры фрики до хера народу так и получились шельмы но это было давно теперь мы работаем за бабло не за спасибо я не могу помогать всем надо заботиться о своих шельмы прежде всего блин вот мне не хватает короче репутации по ходу ли чем не не хватает четыре из пяти что это не знаешь что с эвелин паркер а я-то тут причем джуди тебе вроде все сказала да ну ты же босс можешь знать больше эвелин уже давно распрощалась шельмами а что делают те кто не из шельм меня не колышет ладно тогда пошло нахер ты же не к эвелин пришел а завертами джуди да годные штуки сама посматриваю блять как вы меня заебали вы кто вообще все ты кто меня зовут мистер хэнс если тебе нужна работа в пасифике звони мне яви ну не слышу приятно познакомиться наше знакомство честь для меня нужна будет работа звони это фиксер джуди мастер своего дела и верты настоящий жемчужины это точно все до свидания добраться до мега башни но у нас тут по моему есть еще одно какое-то задание встретиться с таким ура это все очень долго найти такси дала майна тоже очень долго а это тоже интеграция все это реинтеграция то потом шутки знаете тоже хрен знает где моя тачка чумба прожать пока починить машину а просто ждать кровь и кость раньше коронада бай бой в клубе кровь и кости кровь и кости на том убийство это что законы те без рейс кивер психопатов это понятно с процента вернуть долг викт о давайте долг виктору вернем плюс с ним там вроде можно было поболтать заодно да не шугайтесь и заебись не у них конечно я съем его с места происшествия принципе ничего нового мне нужно к виктору виктору мне нужно о смотрите ля какая для какая игра какие трассировки лучей это вам не хух и мух и так ты меня не твой пожалуйста не вот сюда когда же мою тачку починить на хотя бы более-менее адекватно можно ездить да бля у есть так а это что тут так это копы мне нельзя попадаться почему-то им на голода не знаю почему ну и ладно в принципе я уже приехал это кто-то стреляет все такое 10 метров чуть такое пацаны а чё вас тут а я могу прям сюда ебать прикольно видите здорово я долг пришел отдать я наконец-то наскреп денег чтобы вернуть тебе долг да придержи пока они тебе нужны больше чем мне нет вик с собой в могилу я их не заберу возьми и спасибо что столько для меня сделал не получаю взамен мнений для того и нужны друзья спасибо я видел а давайте мне зал груз и просили верхенды и этот чип ну я конечно не эксперт но попробую помочь джонни пытался меня обнулить что это не сидела рутся как держать этого маньяка в узде пока ты не даешь ему контроль над собой он мало что может сделать хотя возможно это до поры до времени а что потом давай не проверять а лучше придумай как поскорее убрать сельверхэнт из головы хороший план как такое вообще возможно почему я его вижу ну этот биочип предназначен именно для связи с конструктами он просто делает свою работу так это заслуга аросаки полагаю всех владельцев биочипов ты самый нищий откуда у меня в голове его воспоминания у вас теперь один мозг на двоих так просто ну и ладно может не говорить больше ничего в принципе все понимаю так и за временем бы перезаботился матери джеки я черт я думал ты в курсе ты видно не в себе был когда я об этом сказал смысле то сказал ко мне из разаки пришли и уволокли его что серьезно уволокли да я знаю что ли блять меня сразу мордой в пол руки выкрутили я потом попытался выяснить но это шар асака там не подберешься гребаные корпораты как бизнес идет да знаешь не жалуюсь корпораты ко мне теперь не лезут аросака снова набирает себе наемников а значит я тоже без работы не сижу повезло тебе с мести и помогает и найти ее твое терпит на что сказать с аренды я уж точно не прогадал вот именно думаю мало кто в night city может сказать про себя то же самое даже в до моих лет неизбежно теряешь иллюзии и жить становится куда проще что со стороны решили кстати ты не смейся только я городе видел кое-что странное ну типа рисунки на стенах но только не настоящий но бывает кироша глючит давай гляну не не это не глюк рисунки слишком сложные они типа как символы ну значит проблема в биочипе мозг не справляется с объемом данных вот и глючит либо данные ебашит прямо в кору с этим можно что-нибудь сделать не ну разве что как-то избавиться от 5 так хочу все что а я бы хотел а как не имплант поставить слышь дурак вот я хочу импланты поставить у сука пробуем выйти и зайти дорога века я хочу обновить импланты можно так а что я могу сделать лобная доля у меня на нихера нету а хотя нет дополнительная узу скорее то что не памяти кибердеки на 05 при вот так это раз хочу установить 10000 мне осталось так что у нас дальше кровеносная система давайте смотреть взлом протокола на сто процентов кстати очень полезная херня приблизишь не врага кто остается меньше насти взор и все заряд тока носящий рау равный так ладно иммунная система ничего нету нервная система что то есть позволяет целиться и стрелять во время уклонения замедляет время на 50 процентов на полторы секунды после блока прицеливания или опти или атаки во время скольжения и уклонения ставлю пригодится кожа двенадцать тысяч стоит установка ты дурак что ли техника нужно 12 подкожная броня системы персональной защиты больше защиты большим спрос можно многие десятилетия но это 20 брони типа не серьезно по ногам что у нас есть ебать ценники конечно да ты чё гонишь что ли по 15 с грузоподъемность 20 вот давайте грузоподъемность тоже поставлю ну и в принципе на этом я думаю все я подумал вы поменять хром есть что-то новенькое все типа я все сделал я молодец 15000 у нас больше нет 15000 больше нет я встаю около машины и на этом ребят с вами прощаемся всем большое спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии все скоро дольше интереснее всем пока и